Привет, привет, мои дорогие, мои любимые, как вы там соскучились уже по мне? Я знаю, что скачаете, потому что некоторые мне пишут и спрашивают только дайверность на YouTube. Вот сегодня по этому видео и, возможно, по-завтрашнему, если я его буду всё-таки снимать, ну, в ближайшие дни, вы поймёте, почему я пропала с YouTube, потому что работы очень-очень много, причём, если мы говорим, ну, допустим, о вот SMM, да, о том, что я марафон веду, это понятно, логично, но у меня какой-то непонятный ажиотаж сейчас происходит с цветочным, причём это началось вот ещё в конце августа, и вот, ну, первое сентября, потом пошло-пошло-поехало, и вот у нас день матери будет в субботу, но у меня до дня матери огромные заказы, заказы, которые никак не связаны с этим праздником, и вот в предыдущие дни всё было то же самое, и, в общем, я в каком-то хаосе нахожусь, потому что, с одной стороны, магазин, работа в магазине, которая первостепенно, конечно же, да, это я кассу включаю, а с другой стороны, я же веду аккаунты, я же несу ответственность, то есть мне тоже всё надо это делать, ну и свой блог в Инстаграм я не хочу тоже терять, поэтому и там, кстати, на прошлой неделе сделала себе контент-фотосессию, вчера мне, ну, буквально там фоточек 10 скинули, потому что там больше будет фотографий для, вот именно для Инстаграма, для ленты, смотрите, как красиво, как классно, и это с учётом, что я была после процедур Наташи, мы с Наташей сейчас делаем очень такую усиленную процедуру новыми препаратами, мне привезли в Беларусь сейчас препарат Беларти для биоревитализации, там два препарата, один такой противоотёчный, с хорошей гиалуроновой кислотой, которая во Франции производится, это считается одной из самых лучших, да, по качеству гиалуроновых кислот, если так могу сказать, и второй препарат, он более плотный, он такой с более длительным лифтинг-эффектом, ещё мы с ней сделали вот под глазки, верхнюю часть мы один вкалывали, с нижней частью мы работали, другой вкололи, потом наверх на всё это сделали пилинг, и обычно после пилинга у меня, ну, особо там, знаете, ну, чуть-чуть такое небольшое шелушение, которое чувствует только я, его никто не видит, а в этот раз у меня кожа стала, знаете, как корка дерева, да, и вот прям такая, и кусками отваливалась, ну, вот так и должно быть, на самом деле, после хорошего пилинга, и на следующий день у меня, здрасте, фотосессия, понимаете, это вообще, ещё я сходила на выставку автомобилей, ну, в общем, видите, сколько всего у меня происходило, и я вам ничего не снимала, потому что просто-просто я не понимала, как мне ещё успеть взять камеру, что-то отснять, и когда же я найду эти дополнительные часы в сутках, чтобы вам смонтировать. В 8 утра я преклонно работать, сейчас быстренько заварю кофеёк, мне надо везти все привозы, вчера было 2 довоза у меня, потому что вот неожиданно второй заказ образовался, да, который не связан с днём матери, и сегодня приедет скоро Мариночка, будем работать, надо дочистить всё, потому что тут много чего ещё нечищенного лежит, вот мы вчера так и бросили, ушли домой, и потом делать, делать, делать заказные букетики, и не только букетики. Чтобы вы понимали, сейчас, кстати, камеру на подзарядку поставлю, потому что эти дни не снимала, я даже батарею не зарядила, в общем, вот в таком хаосе мы вот, вот видите, мы бросили наш магазин, потому что вот часть, очень много цветов, которые стоят просто в пачках, мы их там напихали, как получилось, часть всё-таки вчера расставили в холодильник, часть вот ещё всё здесь, вон там, смотрите, корзина с зеленью, в общем, в такое вот состояние такого хаоса, ну, как всегда, перед праздниками, ну, опять же, этого бы хаоса не было, если бы не было вот дополнительного заказа, но это и отлично, что эти заказы идут, это классно, это здорово, меня это радует, единственное, меня это немного смущает, потому что я люблю, знаете, такие вещи, когда они спокойны, запланированы, да, а не когда с бухты барахта, здрасте, давайте там занимаемся, а это мы списали с поставщиком вот эти георгины, потому что они приехали, но они снизу все сыпятся очень сильно, вот их даже, ну, если их не трогать, всё хорошо, но если начать ставить в букет, и трогать, крутить, то есть снизу начинают сыпаться вот все, о, видите, вот лепестки, и я написала, сфотографировала поставщику, он говорит, ладно, списывай, не ставь на продажу, так что это я для себя оставила, пусть у меня сыпется на столе, ну, а людям, конечно же, я уже такое не поставлю в букет. Так, в общем, у меня 5 часов, мы с Мариночкой практически не приседали, для того, чтобы сделать заказ на завтра, это заказ никак не связан с Днём Матери, это заказ совершенно другого формата, только что мы закончили вот такую композицию в корзине, чтобы вы понимали, поднять её невозможно, и когда её будут выносить, я запрещу брать за ручку, потому что просто ручка отвалится, она тяжелющая, вы представляете, да, приблизительно её размер, то есть она в половину моего холодильника, такая, такая небольшая композиция заказная, которую завтра будут выносить на сцену, вручать. Ну, и это как бы ещё не всё, потому что давайте перейдём сюда, мы уже практически всё сделали, нам осталось только упаковать, вот здесь 45 букетиков на торжественное награждение. В общем, Мариночка, как ты думаешь, мы успеем их упаковать до конца рабочего дня, а? Сомнительно. Сомнительно, а мне кажется, мы профессионалы с тобой, мы справимся. В общем, весь день мы занимались вот именно букетиками, собирали, вот приблизительно так они будут упакованы, это был такой экземпляр для фотографии, чтобы показать заказчику, чтобы сказали, да, нет, надо ли что-то менять, сказали, что всё то, что надо, отлично, всё подходит, в общем, будут поручать завтра там какие-то грамоты, сертификаты, не знаю, и, соответственно, к этим грамотам надо букетики. 45 штук. Один упакован. Нам 44 всего надо упаковать, Мариночка. Всего ничего, 44. Вот, а здесь ещё недочищенный перевоз к Дню Матери, который, возможно, мы, конечно же, сегодня разберём, но я чего-то очень сильно об этом сомневаюсь, вот. А вообще мне так нравится вот так вот ходить. Да, целый давай. Ага, точно, у нас же ещё одна заказная композиция, я забыла совсем, я уже думала, мы уже упаковывать будем. Вот так вот, заходишь в магазин, и всё, и у тебя такая красота. И там ещё холодильник цветов для... Ой, господи, сейчас выпаду из двери. И там ещё холодильник цветов для... Вот это вот уже к Дню Матери привоз здесь. Видите, такой. Ну, уже частично походили, тоже не на День Матери, а так брали. Ну, там так всё, вот, плотничком, гортензия, французская розочка. Вон там спрятана французская розочка, разные сорта кустовой. Ещё до конца не раз... не сняли сеточки с эстромерии. Вот. Ну, кажется, холодильник ещё есть место, потому что у меня же здесь что? Вот это ещё ж не дочищено, и вот это тоже ещё пойдёт в холодильник. Это в холодильник, и здесь у меня ещё, вам смотрите, сколько хризантемы. Это тоже всё-всё-всё надо ещё почистить, это всё на День Матери. Ну, вот, вот как-то так, как-то так, как-то так работаем. Мы работаем. День Матери ещё послезавтра. А у нас... Ну, вот, знаешь, мне даже нравится эта корзина. Как-то она такая получилась какая-то сдержанная. И при этом летняя, воздушная какая-то вот... Она лёгкая. Она, ну, тяжёлая. Вот. Лёгкая, но очень тяжёлая. Поднять её нельзя. Мы с Мариной её не поднимем. Мы с Мариной её тут вдвоём просто, знаете, вот так вот перетаскиваем. Мы пытаемся вот так вот её тягать по полу, потому что нам же надо было собрать. Хорошо, что мы её не поставили на стол. Если бы мы с тобой на стол поставили, на столе её делали, мы бы с тобой вообще её бы не сняли. Она бы у нас так на столе и осталась. Вот. Для тех, кто спрашивал, куда пропала Оля, почему Оля давно не снимает видео на YouTube. Это, знаете, я же сказала своим девочкам в марафоне, что в этот раз марафон буду проходить вместе с ними. А у меня марафон, он как бы направлен вообще на разные сферы жизни, да, там. И у кого-то в отношениях он начинает работать, у кого-то в проявлении себя, там, в любви к себе, в каких-то там моментах таких личностного характера, да. У кого-то там с детьми отношения меняются в лучшую сторону. То есть у каждого срабатывает в своей сфере, но работаем мы там через понятие деньги. И, соответственно, что касается денег, тоже там очень много идёт вот обратки. Так я заметила, что, как я начала марафон сама проходить, как-то и заказы у меня попёрли до такой степени, что у меня вот СММ, мне надо сейчас скидывать сторисы, мне надо сделать рилс смонтировать. Кстати, мне что-то на театру причесок, ещё рилс надо скинуть, но и он уже смонтированный есть. Мне просто его надо скинуть, написать текст, подобрать хэштеги. В общем, вы представляете, сколько всего. И я просто настолько... Целовая колбаса. Целовая колбаса, да. Сервелат. Я настолько в магазине и вот-вот-вот в делах, в заводах, вот в этих всех заказах, что я по ночам делаю СММ. Вот я вчера пришла домой в начале 10-го, села и занималась вот всё, всем, что надо вот с СММ. И где-то до часу ночью. В час ночи я легла спать, утром сегодня сюда приехала, быстренько ввела всё-всё-всё, что надо было в компьютер по магазину. И пока пришла Марина, пока начинала тут чистить, я вот села, всё, что вчера сделала, выгрузила уже в Инстаграмы вот с тех профилей, что я веду. Потому что в течение дня мой магазин требует моего внимания просто 24 на 7 почти. Ну, прикольная корзина. Я бы с ней сфотографировалась, но у нас там такой дождь, и мы её не вытащим на улицу. А здесь, если только лечь рядом с ней, я не знаю. Ну, давайте уже перед почти завершением рабочего дня. Сколько у нас тут с Мариночкой? 9 часов. Ну, я думаю, ещё минуточек нам 15-20 всё-таки надо, да? В принципе, в 9-15-9-20, как планировали, мы уйдём. Осталось вот запаковать здесь у нас сколько? 1 и 6, 7 букетов. Восьмой Мариночка упаковывает. Корзину всё отставили, уже сделали. Вот здесь прекраснейший ряд, уже из упакованных букетов. Кстати, не показала вам ещё вот заказная композиция. Вот здесь вот спрятана. Тоже очень симпатичная. Вот. Часть цветочков в холодильнике. И вот так, вот так, вот так, вот так, вот так мы работаем. В общем, это я буду чистить завтра с утра. Потому что сегодня мы уже не будем этим заниматься, так как надо ещё подмести, навести порядочек, чтобы всё было красиво, когда я завтра с самого утра сюда приеду отдавать все эти заказы, чтобы люди, которые пришли, прошлись по чистому, по красивому вот этому вот коридору из цветов. Так, ну что, мои дорогие, сейчас попытаюсь где-то тут стать среди многообразия, точнее однообразия этого богатого выбора букетов. Опять же, без выбора. Все одинаковые, да, букетики. Восемь утра, я уже приехала, уже начинаю работать. Должны скоро приехать забрать букеты композиции. На двух машинах будут забирать, потому что я не знаю, как всё это вместить. Ну, если бы не корзина, теоретически букеты, ещё там багажник, заднее сиденье, переднее сиденье можно было бы как-то вместить. Но корзина очень большая. Поэтому я думаю, что будут как-то на двух машинах это пытаться увести. И в преддверии День Матери, завтра День Матери в Беларуси, поэтому сегодня я ожидаю во второй половине дня, что часть людей начнёт ходить, хотя бы оставлять заказы. Ну и завтра, конечно же, мы с Мариночкой будем вдвоём работать, потому что я хочу сказать, что День Матери стал проходить намного-намного лучше, чем, например, 14 февраля. Хотя раньше, если мы берём самые такие сезонные праздники, да, самые лучшие, конечно же, это 8 марта, здесь никто, никакая статистика не поспорит. И на втором месте было 14 февраля. Сейчас в Беларуси всё поменялось. Сейчас на втором месте День Матери и на третьем месте 14 февраля. В общем, я уже приехала. Сегодня удивительно. Я не знаю, как у меня получилось, но я сегодня проснулась в 6 утра легко, при первом звонке будильника, и уже собралась, Янку собрала, и мы поехали. Я её отвезла в школу, сама сюда приехала пораньше. Что ещё? А легла спать где-то в начале второго, потому что я же вам говорила, что работа работой в магазине – это номер один, потому что это мой бизнес, я от него никуда не денусь, но по СММ это моё удовольствие, это моя отдушина, это тот кайф, это... Вам не передать, как у меня блестят глаза, когда я этим всем занимаюсь, потому что это микс и аналитики, и творчество одновременно. Я просто кайфую, хотя казалось бы здесь то же самое, но вот именно в сфере блогинга мне это более-более интересно, чем с цветами, да. Поэтому приезжаю домой и дальше занимаюсь вот этими вопросами. У нас сейчас пройдут праздники, хотя, опять же, вот это вот всё, это не праздничные заказы, они вообще никак не связаны с Днём Матери, то есть абсолютно, соответственно, здесь пришлось хорошо так поработать, просто это такие ежедневные, да, будни, скажем так, просто вот такой заказ совпало. Ой, как у нас тут холодно, дом уже включили отопление, и в этом доме уже включили отопление, но нам ещё не включили, потому что мы считаемся нежилым помещением, да, коммерческим. А нежилой коммерческий фонд включают самыми последними, причём порой бывает, что вообще чуть ли не через месяц могут включить, если вдруг небольшое потепление. У нас вроде, как ожидается, небольшое потепление, но помещение уже промёрзло, здесь уже реально холодно. Я спокойно оставила все эти букеты композиции, и я понимаю, что им здесь комфортно, потому что температура воздуха очень низкая в помещении. Ну, ничего, опять придётся поработать вот в одежде, хотя, конечно, неудобно в пальто работать, бегать в холодильник, а когда снимаешь, очень быстро можно застудиться потом, вот болит шея, болит спина, и именно, знаете, не столько о тяжести работы, сколько вот чувствуешь, что где-то застудило, засквозило. Ладно, это так, обычные будни, всё это изменится, когда включат отопление, будет намного комфортнее, так что, так что, работаем. Видите, снимаю один такой большой влог из цветочного, я знаю, что многие любят именно из цветочного, многим неинтересно всё остальное смотреть, и все хотят видеть только букеты и цветочные. Ну, в общем, вот, несмотря на вот эту вот загруженность, я знала, что сейчас впереди день мастер, и решила для вас такой влог отнять, чтобы особенно новички, да, во флористике, чтобы видели, как это вот всё проходит, вот эту вот кухню, изнанку кухни цветочного бизнеса. Всё, я хочу лечь, спать, не, ещё перед этим в горячей ванне полежать, потому что у меня ужасно болит спина, поясница и ноги. В общем, сегодня день, да, сегодня же у нас что, пятница 13-ая, я обожаю это число, обожаю этот день, но, похоже, он сегодня не сильно любит меня, потому что вот я вам утром чуть-чуть засняла, и что у меня было вообще сегодня? Полный хаос, полный хаос. И в магазине, и по работе, потому что приехала модель на лечение волос в театр причесок, и мне надо было заснять весь процесс и отснять комментарии мастера на тему вот лечения, да, как правильно лечить и ухаживать за волосами вот в зимний период, в холодный. А у меня тут вот эти букеты, а у меня тут идут люди, а я одна, я не могу нормально туда пойти, всё это сделать, и одновременно мне звонят по поводу букетов, чтобы я прислала счёт-фактуру на букеты, чтобы их оплатить. И, в общем, я заскочила, что-то отсняла, потом дала в СИЦУ администратору, говорю, будешь снимать ты, я потом уже голос отдельно мастера запишу. В общем, администратор молодец, конечно, она хорошо отсняла, я уже посмотрела весь материал, который она там поснимала, пока я тут делала накладную, делала счёт-фактуру, я всё сделала. Слушайте, начинаю отправлять, а у меня вообще никакой интернет не работает, ни Wi-Fi, ни обычный сотовый. Я не понимаю, что происходит, и начинаю звонить своему вот программистам, которые отвечают за Wi-Fi вот здесь. Они говорят, у вас всё в порядке, интернет должен быть. Я говорю, ну у меня ничего вообще не грузится, вообще ничего. В общем, они мне начинают диктовать какие-то цифры, которые я должна вводить там в браузере. Потом там зашла в программное обеспечение своего модема через компьютер, как-то по телефону. Они мне диктуют, куда что нажимать, какие там галочки ставить, какие там новые маршруты, IP прописывать. Вообще, представляете? Я сижу, одновременно звонит телефон, женщина-бухгалтер говорит, где накладная, мне надо прямо сейчас оплатить. У меня вот сейчас, я уже за компьютером сижу, открыто уже всё. Я в это время здесь интернет пытаюсь восстановить, идут в это время люди, и одновременно я понимаю, что мне надо ещё быть в театре причесок, чтобы всё это всё заснять. Всё в одно время просто. Ну, потом в итоге интернет появился, счёт фактуры я отправила, кстати, с ошибкой. Хорошо, что бухгалтер сразу заметил, он мне позвонил, говорит, срочно исправляйте, заново отправляйте. В общем, я повторно всё сделала. Вот, потом уже приехали за букетами, отдала корзину, отдала букеты, плюс уже люди шли. Вы знаете, на День Матери там два или три человека, остальные все там День Рождения какие-то такие, праздники не связаны с Днём Матери. Вот. И вот сейчас восемь часов, у меня чуть стало меньше людей, я быстренько побежала в театр причесок, пока не уехала девочка, которая должна была мне всё наговорить, она вообще из другого города, из Могилёва, у неё маршрутка, и надо успеть, чтобы доехать домой, ещё часа три ехать домой, а то и четыре, представляете. Я бегом взяла микрофон, всё побежала, весь текст ей проговорила, что она должна говорить вообще. И вот сейчас всё-всё-всё засняла, и вот только первый раз нормально присела, чтобы вот-вот взять камеру и вам сказать, что у меня происходит, и почему я пропала с Ютуба. Потому что у меня настолько насыщенные сейчас дни, причём каждый день, независимо вот от того, что завтра День Матери. Реально последние две недели у меня практически вот один в один такие, как я вам сейчас рассказываю. У меня всё время происходит какая-то яркая событийность, всё время огромное количество дел, огромное количество работы. Я только успеваю, знаете, вот так вот маневрировать. Вот. И зато я очень крепко сплю. Вот, кстати. Плюс от того, что много работаешь, ты крепко спишь. Потому что я вырубаюсь моментально, только голова на подушку, всё, я уже сплю. Ну, и удивительно, по будильнику тоже просыпаюсь сразу же. Вот. И бодрячком. Всё. Сейчас я всё загружаю, что у меня тут осталось, в холодильник. Выключаю. И продолжу снимать вам завтра на День Матери, чтобы всё вместе потом найти возможность вам смонтировать и выгрузить. Потому что, потому что сегодня в Телеграм написала, что у меня тыгидык-тыгидык идёт. Да. Вот такие у меня сейчас дни. Вот. А мне сказали, а мы скучаем, а мы ждём. А она там как лошадка. Тыгидык-тыгидык. Ну, вот так. Вот так у меня всё. Ладно, мои дорогие, давайте поеду отдыхать. Янка сегодня обещала ужин вкусно приготовить. Давно вы меня не наблюдали в шарфике. Ну, самое интересное, что я его вот заматываю именно здесь на работе, пока не включили отопление. Потому что на улице чуть-чуть потеплело. Ну, и, соответственно, нам отопление уже попозже включат здесь. В общем, вчера был День Матери. Я ничего вам не снимала, потому что, потому что мы тут с Мариночкой вдвоём работали. И разные люди вчера были. И, честно говоря, было много новых, совершенно неизвестных мне людей, не говоря, ну, о постоянных, да, постоянных. Мы там уже знали, кто что, кто что любит. Уже определённое предлагали. И новые люди, конечно, были очень странные. И я поняла, что затмение всё-таки действует. Да, мы с вами зашли в коридор затмений. В общем, я почувствовала. И Марина вчера тоже, особенно в момент, когда я тут поругалась с одним покупателем. Реально поругалась. Я даже от себя не ожидала такой смелости, понимаете. Потому что человек пришёл, стал хамить сразу же с порога, стал грубить, стал говорить всякие гадости про цветы. Всё ему было не так. Я сначала пыталась держаться и вежливо с ним общаться, объяснить ему, что какой цветочек, какая есть особенность, да. Когда я ему ответила, что вы можете уважительнее общаться, он сказал, а ты должна проглотить всё, что я говорю. Вот. И вот эта фраза, она оказалась триггером просто в моменте, потому что я ему сказала, я ничего проглатывать не собираюсь, я уважаю себя, свой труд и свой товар. И если вас что-то не устраивает, то я вас здесь не задерживаю. На что он сказал, так мне что, уйти? Я говорю, уходите. Самое удивительное, я была уверена, что он просто развернётся и уйдёт, но нет, он цветы забрал. Понимаете? Цветы там он забрал. Вот, вот скажите, что это было. Ушёл. Причём мужчина такой, знаете, возраста там 50 плюс. Для меня вообще тема, когда мужчина хамит женщине, причём незнакомой женщине, которая ничего ему плохого не сделала, это уже показатель не мужчины, да. То есть, ну, возможно, у меня просто перед глазами в моей жизни были мужчины, которые всегда только с уважением относились к женщинам, к любой женщине. Поэтому хамство от мужчины, я, для меня это такой, знаете, такая дикость, это такая ненорма, что у меня, конечно, начинает сразу рвать крышу, когда я такое вижу, и я тоже начинаю сильно злиться, потому что, ну, это ненормально. В общем, в общем, к чему я? Эмоции, конечно, у меня вообще разошкаливали. Вот. Марина сдержалась, но Марина говорит, что я уже на последних секундах держалась, потому что я понимала, что у тебя с ним идёт вот этот диалог, что ты, ну, стоишь на защите магазина, вот всего, что у нас тут есть, нашей работы, да, нашей репутации, то есть у нас репутация здесь за 9 лет, уже все наши покупатели знают, что я не навязываю, я не обманываю, я всегда рекомендую хороший, качественный товар. Если в товаре не уверена, я всегда скажу об этом честно и открыто, что у меня нет, знаете, цели втюхать, да, вот лишь бы продать, лишь бы деньги заработать. А вот этот мужчина, видно, именно так воспринимал всё, потому что вот эта вот его фраза ты должна проглотить, да, и когда он сказал мне уйти, он, видно, ждал, что я начну перед ним извиняться и там любезничать и говорить, нет-нет-нет, пожалуйста, только купите у меня что-нибудь, да, только денежку оставьте, ни в коем случае не уходите. Но в ответ он от меня получил, да, уходите, то есть да, уходите, я хотела, ну, идите и ищите в другом месте, я не заставляю себя покупать, я уважаю себя и свой магазин, свою работу, Марину, которая здесь работает. Но, видно, для него это тоже было шоком, потому что деньги оставил, цветы и забрал. В общем, самое удивительное, вы видели, на какой машине он приехал. Машина, ну, я ж вот недавно была, а, я ж вам не рассказывала, не снимала, я недавно была на автовыставке, да, где выставлялись там разные последние модели, вот у нас здесь, Белоруссия, ну, правда, в основном Китай был, вот, мало было таких известных европейских марок, но было парочку. Так вот, у него хорошая, достаточно высокой стоимости машина, ну, я думаю, что как минимум, как две мои квартиры стоят, это его одна машина. Понимаете, он приехал на очень крутой тачке, что человек не нуждается, но столько хамства, столько негатива, столько неуважения, ну, очень давно, очень давно таких клиентов у меня не было, очень давно. Я даже больше скажу, наверное, ну, года четыре точно такие люди сюда не заходили, это вот впервые было, я, конечно, все это на затмение скинула, да, и еще я хочу сказать, я лишний раз убедилась, что все-таки тема проработки моей собственной личной, да, умение отстоять себя, свои чувства, свои границы, все-таки они работают, работают, потому что раньше я бы, наверное, где-то побоялась так открыто выйти в сопротивление, да, то есть четко, лаконично, без вот этого вот страха, дрожания коленок, потому что раньше мне было страшно вступать в конфронтацию вот с таким человеком, ну, я сразу думала, чем это для меня вообще закончится, не даст ли он мне по голове, в данном случае мне было вот, ну, я понимала, что я защищаю свою территорию, свой товар, себя в первую очередь, и я абсолютно не задумываясь, пошла вот на эту защиту, так что вот такие были даже люди, представляете, давно такого не было, но к чему я, вчера ничего не снимала, уже устала, приехала домой, отдыхала, сегодня я одна, в холодильнике еще цветочки есть, это замечательно, потому что заказ был больше, чем обычно, для того, чтобы было с чем еще работать, так что сегодня люди заходят, и им есть еще выбор, и я спокойно могу предлагать цветы, но к чему я все это говорю, к тому, что здесь у нас сегодня, на нашей Нововиленской, тоже произошло ЧП, тоже удивительно, обычно это самая, наверное, тихая улица у нас здесь сейчас, по крайней мере, у нас тут рядышком РОВД, никто обычно не шалит, ничего такого не делает, потому что знают, что рядом милиция, рядом дежурные посты, и как-то обходят стороной эту улицу, но видно кто-то не с этого района, мне кажется, что они не обошли, и вскрыли ночью одну из машин, в общем, тут сегодня и следственный комитет работает, и опергруппа работает, и милиция, ребята, опера, позвали меня в понятые, в общем, у меня сегодня был впервые в жизни опыт, быть понятой, в общем, так себе, конечно, опыт, но, к чему я все это рассказываю, вот за столько комплиментов, сколько я сегодня получила, от нашей доблестной милиции, я давно не получала, точнее, вообще от милиции, никогда комплименты не ожидала услышать, в общем, меня сегодня назвали и супер красивой, и что от меня очень вкусно пахнет, и что я вся такая обаятельная, очаровательная, и, в общем, столько-столько всего мне наговорили приятного, я прямо в шоке, в общем, скажем так, вчера, вчера были мужчины хамоватые, сегодня были мужчины приятные, правда, цветов не купили, но они работают, поэтому им не до цветов, ну и я работаю, так что, скоро буду уже закрывать магазин, поеду к Наташе, сегодня у нас второй этап процедуры, который мы с ней делаем, мы сейчас с ней делаем такое усиленное восстановление лица, новыми препаратиками, уже первый этап мы сделали, сегодня у нас вторая процедура, то есть раз, ну, в общем, вот так вот у меня проходят дни, и сейчас я сегодня уже, когда чуть-чуть стала посвободнее, поводила все продажи, посчитала, сколько мне в понедельник, завтра провести оплат надо, вот, поставщику за поставки, соответственно, сейчас я наконец-то могу спокойно сесть, и уже проанализировать все то, что мне скинули в театр причесок, что мы с Наташей наснимали, с косметологом, потому что надо уже заниматься и этой работой, и этим видом деятельности, в общем, вот такие дела, я вас очень сильно люблю, на этом я видео сегодня буду заканчивать, потому что, честно, я понимаю, что я устаю, я сильно много всего себе сейчас набрала, и мне приходится что-то пока отодвигать на задний план, слышите, кашляю, потому что очень холодно в магазине, сейчас именно за счет того, что отопление не включили, и очень холодный пол с подвала тянет, надо будет в следующий раз носочки какие-то теплые, одеть на обувь, под обувь, под обувь, в общем, в обувь, все, мои дорогие, я вас очень люблю, спасибо, что вы со мной, мне очень приятно, что вы пишете, что вы скучаете, что вы ждете, я обязательно к вам скоро вернусь, давайте я сейчас немножечко откорректирую свой график рабочий, и когда у меня уже все пойдет, как я люблю, по плану, по графику, тогда, конечно же, я вернусь на YouTube и продолжу для вас снимать видео. Субтитры сделал DimaTorzok